Соответственно, далеко ходить не надо даже реализация нацпрограммы «Цифровая экономика». Каждая федеральная структура, которая отвечает за тот или иной направление, даже неправильно сказать, не цифровая экономика, вот наши с вами сейчас нацпроекты, значит, каждая федеральная структура, отвечающая за тот или иной нацпроект, делает свою информационную систему. Дорожники колотят, строители, ну, абсолютно все структуры. В то же время есть у нас с вами электронный бюджет, куда сейчас все органы власти должны будут размещать информацию о реализации нацпроекта. И даже история о стороганде. Есть, предположим, ГИС ЖКХ. Та система, куда размещается информация об объектах, субъектах, то есть это та информация, которая может стать основой для контрольно-надзорной деятельности наших органов, региональных органов власти. Там как раз источник объектов и субъектов контроля и надзора в сфере строительства и управляющей компании. С другой стороны, туда же размещаются в обязательном порядке результаты проверок, информация о наложенных штрафах и так далее. То есть это то, что вообще-то вроде бы должно размещаться по результатам проверок в торг-надзорной деятельности. То есть получается, при этом из ГИС ЖКХ взять информацию невозможно. И в торг-надзор туда загрузить информацию тоже возможности нет. Получается, наши органы контроля и надзора вынуждены работать в двух системах, каким-то образом с ними взаимодействовать. При этом это не в рамках полномочий региона. Мы ничего с этим сделать не можем. Мы бы рады сделать интеграцию между двумя федеральными системами. Но, извините, это за пределами наших возможностей. Поэтому очень бы хотелось, чтобы на уровне федерации все-таки нашелся кто-то, и, наверное, это должно быть Министерство цифрового развития, кто оценил бы все информационные системы, которые сейчас работают или создаются, различными федеральными ведомствами. И все-таки приняли бы какие-то меры, чтобы каждая информация вводилась один раз в одно место. Был четко определен тот источник этой информации, и все другие информационные системы, соответственно, какими-то интеграционными механизмами, выпусками, загрузками, получали нужную для себя информацию. То есть каждая информация должна вводиться один раз. Наверное, это разговор в сторону некой единой платформы, но, к сожалению, сейчас мы делаем лишние телодвижения и напрягаем, опять же, наших сотрудников, органов власти, чтобы они как-то выходили из этой ситуации. Соответственно, мы посмотрели с точки зрения работы руководителей органов власти. Они должны описывать планы проверок, они же подписывают все отчеты о проведенных проверках. При этом наши руководители вынуждены работать в множестве различных информационных систем. То есть, опять же, я не говорю только о ТОРКНД, это и вот это же упомянутая в моем районе уже система электронных бюджет, да, и внутренние региональные системы, это система документа оборота, система проектного управления. То есть на уровне регионов есть самое большое разнообразие различных систем, в которых руководитель органов власти вынужден работать в той или иной ситуации. Мы на уровне регионов решили данную проблему, по крайней мере, в отношении ТОРКНД решений. Тут мы считаем, что это наша сфера деятельности. И у нас в планах интеграция нашей региональной системы электронного документа оборота с ТОРКНД, таким образом, чтобы руководитель органов власти в одном месте, в одной системе работал со всеми поступающими к ним поручениями, документами, подписывал, согласовывал. То есть вот это у нас в планах развития. Также хотелось бы уделить внимание самим сотрудникам проверяющим, инспекторам, для облегчения их работы. Мы считаем, что необходимо сформировать некие чек-листы проведения проверок в различных сферах. То есть сотрудник, выезжающий на проверку, чтобы он имел электронный чек-лист с набором вопросов, которые, собственно говоря, в процессе проверки он должен проверить, извините за автологию. То есть по большому счету, набор вопросов, на которые он отвечает «да, нет» или «выявлено, не выявлено», ну, берет какие-то документы, прикрепляет «да, необходимые», если данный вопрос в том, что будет подтвержден как-то документально. То есть мы хотим разработать, опять же, на уровне региона, пока не чеем, но если федерация нас поддержит и будет разработана централизованная, будем очень рады. Мы хотим разработать некое мобильное приложение, с которым бы инспектор работал на выездных проверках и при этом имел в наличии вот такой чек-лист. Во-первых, это будет стандартизировать работу самих инспекторов, потому что при проверке один инспектор проверяет одно, смотрит другое, другое, но субъективный может иметь факт субъективизма при проведении проверки. Мы бы хотели от этого уйти, чтобы и поднадзорный орган понимал, какие вопросы у него будут проверять, и инспектор с адресом. Также мы смотрим в сторону интернета вещей, даже без него. То есть хотелось бы все-таки больше внимания уделить превентивным мерам, а не, собственно, уже проверкам по факту. Ну, например, Вологодская область – это регион с большой историей. У нас огромное количество историко-культурных объектов, которые находятся под контролем и надзором. Здесь, да, существует план проверок, в соответствии с которым инспектор выезжает, проверяет состояние объекта, сохранность и так далее. Но он выезжает постфактум. То есть если люди пожаловались, что там вот уже сгорело, инспектор выезжает, когда, как говорится, уже поздно применять какие-то меры, объекты, утерян, безвозвратно. Потому что вот в нашем случае это в основном деревянные объекты, да, старинные деревянные какие-то церкви, дома и так далее. То есть мы предполагаем в ближайшие несколько лет все-таки сформировать некую свою региональную платформу, куда будут поступать данные с датчиков. То есть установить на различных объектах датчики, я не знаю, дыма, там, воды, еще что-то, давление, все что угодно, которые бы добавили информацию исходную о том, что с объектом что-то происходит. Не после того, как уже все сгорело и пришли данные из правоохранительных органов, а в момент, во-первых, орган контроля и надзора сможет своевременно, наоборот, сам проинформировать правоохранительные органы или те же пожарные, да, о том, что что-то там происходит. А во-вторых, выезжать на объекты по мере поступления данной информации. Я понимаю, что это достаточно затратная история, однако мы хотим определить тот набор объектов, который является наиболее критичным. Ну, вот я сказала, в первую очередь мы смотрим именно в сторону контроля надзора в сфере охраны памятников культуры и исторических. Планируем именно на эти цели использовать федеральную субсидию, которую у нас, наша область стоит в планах на следующий год. А в этом году разработать, соответственно, платформу, которая будет объединять вот эти все данные в одном месте, где, как мы уже обсуждали, могли бы эти данные обрабатываться и использоваться дальше для самых разных целей. Ну и хотелось бы все-таки включить в работу непосредственно сами поднадзорные субъекты, каким-то образом дать им возможность в систему самостоятельно передавать данные для документарных проверок, каким-то образом, чтобы они имели возможность смотреть результаты проверок, те, так сказать, меры, которые контроль надзор может предпринимать. То есть тут наше видение, это опять же, либо мобильное приложение, либо какие-то сайты, применение формата открытых данных. Тут опять же хотелось бы не идти совсем уж самостоятельно, потому что мы можем, так сказать, опять пойти не в ту сторону. Хотелось бы все-таки, чтобы на уровне Министерства светлового развития было более четкое понимание, куда идет развитие ТОКНД, чтобы мы, регион, могли подстраиваться под эту работу, определять свои шаги, которые мы должны сделать самостоятельно, а что именно сделает Федерация. Как-то так. Спасибо.